Амстердам же, да, называется этих? Где этих улиц, с этих шлюхин штрастом-то, да? И я там был, кстати. Прекрасная улица. Надо все изучить, собственно, глазно. И типа, если там все как бы понравилось, ты такой... Значит, на одной стороне мало, на вторую сторону переходишь, а там... Ебать. И я, главное, такой иду вдоль вот этого, там вот так, как речка такая, да, течет. И вот так вот тут идет, как, ну, аллейка. И вот эти вот тут, и там вот эти окошечка, окошечка, окошечка. Я говорю, ебать. Значит, темная сторона не делает ролики, понимаешь? Понимаю. Академия смеха. Не делают ролики. Все облинились, блядь. Забрать. Смотреть, противно. Однозначно всем! Хватит это терпеть! Создайте, пожалуйста, кто-нибудь канал со смешными видосами. Я его буду смотреть. На ваше счастье, мои дорогие подписчики. Я уже создал такое. И уже даже смонтировал для него два видео. Кого мы сильно ненавидим? Чью можно, мать, оскорбить? Я тут. Собрал самые лучшие смешные видосы со всего интернета. Не то, что у Кадемии смеха, да. Набирайте 0 лайков и Леха их смотрит. Также ролик, который вы сейчас смотрите, является перезаливом. Из-за технических небалавых. Те, кто не смотрели, вам приятного просмотра. А те, кто смотрели, не ланг, а вы тоже, да. Также скажу, что этот перезалитый ролик кардинально отличается от прошлого. Как в качестве, так и в содержании. Поэтому советую еще раз посмотреть. И поддержите его лайком и комментом. Чтобы помочь Ютубу проведить его рекомендации. Потому что из-за того, что это перезалив Ютубу, будет плохо его рекомендовать. Надеемся на вашу помощь. Всем спасибо. Погнали смотреть. Значит, всем здрасте. Еще раз всем привет. С вами, как всегда, я Леха. Находите на канале Hard Play. Значит, сегодня мы. Его сбивали машины. Едет на моноколесе по городу на скорости. Моноколесо. Что такое моноколесо? Один раз, нет, два, нет, три, нет, два, наверное, раза. Я видел чувака на моноколесе в шлеме и в очках. Почему-то не так популярен. Мне кажется, это транспорт. Но под вопросом. Под вопросом, да. Кстати, хочу напомнить то, что вот здесь вот, вот здесь вот, вот здесь вот. Сейчас я тебе скажу сколько. Сейчас я тебе челлендж дам. Я тебе сейчас сходы дам челлендж. Дай-ка я, дай-ка я челлендж, челлендж, да, челлендж. То 60 тысяч человек в телеграм-канале. Что будет правильно? Хороший розыгрыш в телеге. Не спрашивай, какой секрет. Ладно, скажу, на мерч. Порадую тебя немножко, мой щекастенький. Оценишь. Так, все, поехали. Лайк поставил, на Юрия ссылку оставил, подписался. Колокол, все дружно проверяем. Сейчас акция. Проверь колокольчик, будь счастлив. Такая акция. Если хочешь так же, то переходи по ссылке ниже на КС Гоуран. Поехали. Это экстремальная поездка на моноколесе в городской черте. В том числе по авто. Чего? А что моноколесо? Да оно по-па-па-па. Не только по асфальту, что ли? А? Не слышу. По дорогам. Девушка там аж шугнулась от него. Очень опасное развлечение. Можно даже сказать, что это следующая городская напасть. После мега-самокатчиков. Едет он очень быстро, получая удовольствие от процесса. Но при этом... А как он? Я не понял. Ааа, он прицеплен. Не понял. Он слышал, он как литой сидит, блядь. Ааа. Он... Я думаю, как он не выпрыгивает с него. А он, короче, как литой. Понял? Понял. Как замечает сам гонщик, постоянно рискуя на каждом повороте, при каждом решении, берет на себя риск. Что за скоростью, интересно? То есть он признает, что действия эти опасные, но он на них идет, такая вот у него позиция. Но на нем, кстати, специальная армированная куртка со включениями кевлара с пластинами. Такая стоит примерно от 30 тысяч рублей. Ну и, понятно, шлем и на... Кстати, хочу похвастаться. Хочу похвастаться. Да, вот все, что вы там на бусте подписываетесь. Значит, вот эти вот платные подписчики оформляете меня, поддерживаете. Я на эти бабосики сделал себе подарок. Спасибо вам огромное. Обязательно запилю туда пост. Я, короче, знаешь, что сделал? Знаешь, что? Не скажу. Ну говори быстрее, ну иди, твою мать. Ну нету времени, ни минуты. И, блядя, царь. Ладно, скажу. Купил себе мото-штанишки. Специальные есть мото-штанишки. За 40 гривен штаны. Значит, мото-курточку себе купил. Ну понял, такую, как вот я мечтал, такая есть. У пилотов-то такие куртки, понял? Такие прям, блядь, мне всегда нравились. Такие прям, она прям мощная. Она красивая. Фотокарточка с меня, фотокарточка с меня. И боты, боты себе купил. Да, мото-боты. Спасибо тебе, мой хороший, что поддерживаешь меня. Да, да. А еще визор там себе с пилоком заказал. Вот жду, когда придется. Что? Стой, стой, стой. Рюкзачок. Да, рюкзачок еще. Вот визор с рюкзачком идут. Отдельно покажу на Бустина своем, да? А вот, вот, вот эти всякие, вот эти вот куртки там. Стой, забыл. Еще, знаешь что, Альпинстаровскую эту купил. Ой, блядь, дед довольный. Как она называется-то? Ну вот это вот. Ветровка. Не ветровка. Ты понял? Короче, типа ветровки, да? Модная, блядь. Вообще просто шикарная. Так что спасибо всем и каждому подписчику с Бусти. Спасибо, мой щекастенький. Поддерживает папу. Кто-то, кстати, даже за тысячу рублев оформляет. Это один святой человек, знаешь, что сделал? Психанул за 100 рублей подписку. На год сразу оформил. Я говорю, господи, дай бог здоровья, счастья, удачи, успехов. Спасибо тебе. Оленники. В случае столкновения с друг... А знаешь, чего еще? А там еще девочки есть. Да, да. Значит, девочек тоже хотел поблагодарить. Они, наверное, ожидают всякие голопопенькие фотографии. Да, там, чтоб вот это пожилая машина свои мышцы выставила. Я как-нибудь что-нибудь закину. Ну да. Вот такую. Другим пешеходам. Ну что тут скажешь? Вышел на улицу. И не надел свой кевларовый жилет. Ну, зря. Гонщик у нас очень опытный. Катается уже несколько лет по разным лесным горным тропкам. Типа эндуробайка. Только на моноколесе. Ну и в городе тоже, говорит, покататься любит. Кликуха у него. Чуч. Что, как он пишет от итальянского слова Чучо. Что значит осел, невежда, идиот, дурачок. Ну, это он так пишет. И вот его любимый городской трюк. Разогнаться как можно быстрее и развернуться, поехать задом. Смысл? Как заявляет сам Чуч, просто ему очень сильно нравится это делать. Правда, первые несколько раз сильно, говорит, затекала шея. Но потом привыкаешь. Видим, что людей в округе немного. А как эта херня управляется? Чего там надо делать-то? Чего там? Он вперед наклоняется. Если что, это, кстати, камера 360. Чуть такое. Оно как-то это, да? Да? Это? Типа вперед наклонился, да? Там типа назад останавливается. А как он не падает? Учите физику, пацаны. Как гироскутер? Да у меня что, гироскутер что ли был? Я что, богатый? У меня, как она? Подожди, есть гироскутер, а есть моноколесо. У него, наверное, моноколесо, а гироскутер это там, где два колесика, да? И палочка между ними. Заморские эти напридумывали свои. У нас что было? У нас BMX был. И этот, как его? Тони Ховк, проскейтер 3. Игра такая была, да. Тони Ховк. Я не знаю, сколько ему сейчас лет. Лет сто уже. Лорд оф забор, тра-та-та-та-та-та-та. Дед не шарит, да пошел ты. Да, и ролики у нас были. На роликах всякие трюки делали. Там между шашками ездили. Забавные, ребята. Это маршруты. Мне всегда, ну что, на BMX из разных рамп там прыгали, еще с чего-то. Я помню, первый раз увидел, как коленка в другую сторону смотрит у мальчонки. Я, говорит, смотри, я этот. Я, говорит, Тони Ховк, проскейтер 4. Смотри, говорит, сейчас как могу. И с рампы, короче, на стадионе строитель. Уи! Я смотрю коленка в другую сторону, как у кузнечика. Самое сложное в трюке, говорит, это именно движение бедрами, чтобы заставить моноколесо развернуться на 180 градусов. Здесь нужно попрактиковаться. Движение должно быть довольно резким. Вот мы видим у него на моноколесе красные колодки. Они приклеены специальные, кастомные. Что это, колодки? Колодки, блядь! Он от АМГшки что-то где-то оторвал? Чуть говорит, ему нравятся именно вот эти кларковские. О, как, блядь. 160 долларов. Колодки, блядь, на моноколесо. А? Чего? Судя по описанию на сайте, они выполнены из некой пены. Ну, понятно, были бы они из пластмассы, так там бы ноги отваливались на них опираться. Стоят примерно 12 тысяч рублей. Вот эти постоянные движения левее-правее он делает для того, чтобы объезжать малейшие ямки, бугорки на дороге. Нужно, говорит, постоянно смотреть вперед на максимально возможное расстояние. Планировать свою траекторию. Мы видим сзади у него подвешен полный блок. Мне кажется, очень стрёмная тема. Наверное, это на удачу, чтобы лучше проходились кривые, потому что кривые, это же кёрф, ну, как бы курви. Поэтому подношение курви здесь в виде польского флага не лишним. Справа белый чехол сейчас стоял, это летняя... Сейчас все кейсеры такие. Курви, говоришь? Эй, курва, бобер! Веранда, таверный Уэст-Энд, бургер там стоит... Не понял. Сейчас стояла, это летняя веранда, таверный Уэст-Энд. Я не пойму, это радуга упала на землю? Или просто сборишься... Этих ультримейших надетых шлюх. Нарисовала на асфальте этим... А? Не слышу. Бургер там стоит примерно 1300 рублей, вот как на фотке. Кока! Едем в городе Болдер, штате Колорадо, США. Там это норма, ну, кстати, в этом, в Роттердаме... В Роттердаме, нет, как он, в Амстердаме? Как он это... Амстердам же, да, называется этих? Где этих улиц с этих шлюхин-штрастом-то, да? Там, да? Я там был, кстати. Прекрасная улица. Хрупниками все снимал. Блюдок, мать-то, а ну иди сюда, говно собачье, а? Ну так вот, я же был когда в Бельгии, и мы, короче, в этот, во Вроттердам, да, заехали. Вот, и, собственно, я выхожу, говорю, что это у вас там? А где-то на этом, как его? Переход, железнодорожный мост, и там, короче, это... А жена знает, твоя, что ли? Мы вместе ездили, ебта! Там тоже такие эти были, но их все почему-то обходят. Обходят все, и, блядь, кто перепрыгивает, кто обходит. Да, ну, кто, как говорится, в World of Tuttle сыграет на арте, тот там катается по этой дорожке. Ну так вот, значит, к чему я веду? Собственно, к тому, что мне очень понравился Амстердам. Амстердам — это хорошо. Хорошо, я тебе скажу почему, потому что я решил бороться, значит, в этом году. Там подняли вопрос, сказали, значит, так, улицу красных фонарей надо убрать. Я, хоть я и приезжий человек, да, там гость, но я когда это услышал, якобы вот эта вот улица, она, типа, как бы, ну, уже устарела морально, и, типа, короче, ну, короче, это уже не модно, и вообще это шляпа, и фемки там, блядь, орут, визжат, в подмышках волосы рвут, что, о боже мой, это же эксплуатация, там чего-то какого-то, блядь, какого-то труда, не труда, я не знаю, короче, ну, они, да, они это... На фоне этого всего, ты меня знаешь, значит, я говорю, да шо ж там, блядь, такая за улица-то такая, я-я-я-я-я-я-то не знаю, и нет, чтоб сразу посмотреть в интернете. Я говорю, надо все, знаем мы эти ваши интернеты, надо все изучить, собственно, глазно. Я, значит, такси вызываю от этого, от этого, как он, от этого, как он, ну, от отеля, и говорю, шеф, трогай, он говорит, вот, я говорю, трогай ее, он говорит, вот, я говорю, блядь, поехали, я говорю, go to the street, этот, red, забыл фонари, он говорит, о, этот, что-то там, я говорю, да, именно туда. Ну, так вот, значит, доезжаю, там есть, знаешь, как, вот как почему-то в Питере, я сразу вспомнил, значит, значит, вот, значит, что там есть, что там есть, я тебе сейчас скажу. Там есть следующее, там, значит, такой, как бы одна улица идет, там буквально немножечко, а я-то думаю, ну, думаю, знаешь, какой-нибудь публичный дом, там, блядь, какой-то, ну, я думаю, ну, надо культуру изучить, все-таки это достопримечательность, блядь. Я говорю, надо посмотреть. Я, значит, зашел мимо, да, прошел, значит, и я там смотрю, вот такое, как стекло, да, и везде, помнишь, как в этом фильме, хер, 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 сколько херов много, вот там, то так же, только они вот, они вот вообще везде, и такие, знаешь, как у них, как подсветочка красненькая. Короче, это на пальцах, типа, как стрепуха какая-то, но как за стеклом, блядь, не знаю, короче, ну, вот ты понял, короче. И, типа, если там все, как бы, понравилось, ты такой, те говорят, ну, да, да, Ну, проходи. Что по ценам, я не знаю. На вкус как пизденыш. Но мне говорили от 150 долларов за один квадратный сантиметр. Значит, я не знаю, я не знаю, я не это, я, значит, визуально все это посмотрел. Значит, на одной стороне мало, на вторую сторону, через мостик переходишь, на вторую сторону переходишь, а там, ебать, там просто понимаешь, что, я говорю, боже, блядь, там какие, хоть там, хоть штыки, хоть штыки, все просто, блядь, я думаю, наверное, сейчас, как обычно, шоу фриков, это будет, да, а там, 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 понимаешь, там просто, я, главное, такой иду, вдоль вот этого, там, так, речка такая, да, течет, и вот так вот идет, как, ну, аллейка, и вот эти вот, вот там, и там, окошечко, 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 я говорю, ебать, я говорю, за весь вечер не обойти, а там, оказывается, в каждом, блядь, переулке, еще эти окошечки, блядь, они везде, я говорю, боже, блядь, храни Амстердам, и они просто, они везде, я говорю, блядь, я, короче, пришел, я говорю, все, надо уходить, надо уходить, все, Алексей, успокойся, я, значит, пришел в отель, смотрю, минус 800 долларов, я говорю, пододелись, непонятно, ну так вот, значит, пришел, вернулся, очень красивое место, Амстердам, то будет обязательно, мимо проходите, да, просто проходите, просто мимо, переходишь на левую сторону, раз, два, три, третий, поворот на левую, спасибо тебе, добрый человек, все, поехали, краткий эксторс, во Вротердам, все, погнали, шо, шо, я просто потерял деньги, бывает такое, вывалились где-то, осуждаю, все, поехали про моноколесо, ваше смотреть, шо, очень, 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 я тебе потом еще про это расскажу, как там дудят, бля, там вообще просто песня, да, 50 тысяч лайков, я тебе историю расскажу, хочешь на черном экране, прямо расскажу и загружу, как там это, там вообще, бля, там просто вообще, мне как, там сигареты, говорят, курят всего 10 или 15 процентов, неудачников, бля, остальные все, это в следующем видео, 50 тысяч лайков, на этом наберешь, ладно, 2, 45, ни тебе, ни мне, все, и тогда я тебе расскажу, там вообще песня, да, все, поехали, благополучие, уровня жизни, город стоит довольно высоко, также в образовании, в искусстве, да, 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 обязательно расскажу, по ценовой политике, по всему, где, что, как, но мне люди рассказывали, я сам не знаю, да, я сам за этот, да, я, я не такой, да, вот, вот, значит, и мне люди рассказывали, я тебе все расскажу, где лучше, где хуже, все расскажу, не ссык, полный, блядь, экскурс, как говорится, во Вротордам, да, средняя цена дома, давно уже превысила миллион долларов, в этом городе, ну, то есть, свыше 80 миллионов рублей, как забивать, расскажешь, в смысле, там забивают, 100 тысяч населетов, осуждаю, там знаешь, что есть, как у нас пивнухи, понял, мне рассказали, я не знаю, я не был, что там, представляешь, там, короче, заходишь, там пиздец, там просто, блядь, добрый вечер, там все, прикинь, все, официальный уровень, это не где-то там какое-то подполье, официальный уровень, там просто, блядь, вообще просто, безбожно, блядь, безбожно, дудка, блядь, и трубник, там очень страшно, очень страшно, мне очень, да, короче, пиво, пиво Антеппела, наикрутейшее, короче, деды и бабки, все себя дудя, я говорю, я понял, почему все такие добрые ходят по улице, да, короче, очень захотелось опять в Амстердам, да, просто прогуляться, да, но это я тебе расскажу в видеоролике, а то не интересно, я тебе во всей красе расскажу, хе-хе-хе, Чуч говорит, что он может ездить на колесах и практически без подвески, но они разные по механизмам, потому что он огибает малейшие препятствия, видит их, неровности дороги, знаешь, въедет, стул в какой-нибудь, может даже попрыгнуть, говорит, на колесе, поэтому жесткая подвеска для него не проблема, колесо у него Godway M Super X 100-вольтовый, цены в интернете я на него нашел от 110 до 200 тысяч рублей, опа, он на то самое движение бедрами, колесо 110 тысяч рублей, колодки за 12, и поехал задом, сейчас будет довольно оживленный тротуар, в любой момент может резко выйти человек из одного из магазинов, а едет он довольно быстро, кстати максимальная скорость, что Чуч раздевал именно на этом моноколесе, 77 километров в час, в комментариях под этим видео у него обсуждали, что дескать вот в Нью-Йорке, любые катания на чем-либо по тротуарам запрещены вообще, ну то есть на самокатах, велосипедах, моноколесах, единственное исключение, дети до 13 лет, и вот как раз в этом отрезке видео, Чуч рассуждает, что дескать он внимательно следит за всеми углами, за всеми нюансами происходящих, у них тоже здороваются, прикинь, подожди, а интересно, кто-то на моноколесе катается, он с байкерами здоровается, ну не знаю, я вот допустим с кроссовыми мотоциклами, вот кто-то с кроссовиками не здоровается, я говорю, я здороваюсь, какая разница, хоть дырчик, хоть не дырчик, да, я всегда поздороваюсь, мне какая разница, даже то, что мотик там за 2,5, за 3 миллиона, я между прочим всегда здороваюсь, вот на этом, на всяких этих моноколесел, тогда с чуваком тоже поздоровался, он мне тоже помахал, вот и как бы, почему бы и да, Он ультро-быстро едет, здесь ты уже не успеешь среагировать, но зная все это, все равно продолжает скоростное перемещение, в этот момент он едет конкретно по велодорожке, что уже побезопаснее, чем вот его предыдущий проезд по пешеходному тротуару, он очень быстро едет, он очень жесткий, он очень жесткий, и нас в том числе, что ребят, риск большой, и хватит лишь одного раза, чтобы горько пожалеть о произошедшем, но при этом продолжает ездить, вот сейчас тоже хорошо так ускорился, вероятно ждет своего большого горького раса, ну можно подискутировать, конечно, что во многих... Слушай, у тебя дужка хватило на таком дырчике ехать, даже 50 километров в час, блин, мне кажется, это очень жестко, а кто снимает, это камера 360 называется, камера 360, у меня такая же есть, мужчинах сидит глубоко внутри инстинкт саморазрушения, деструктивная штука, ну вообще в оправдание чуча, ну не то, чтобы он нуждается в оправдании, но стоит заметить, что в городе Болдер очень много велосипедных дорожек, и перемещается он по большей части маршрута, именно по ним, сейчас конкретно не видно, но вот чуть... Слушай, а он шумит? Вот этот тот дырчик шумит? Интересно, он едет, его вообще слышно ли он, как электричка идет? Мне кажется, его вообще не будет слышно, по идее, он же не бензиновый, я думаю, он вообще просто едет тихо, напишешь тоже комментарий. Подальше дорога раздваивается, и причем большая часть полотна посвящена именно велосипедам, и справа одна полоса для пешеходов. Вообще тихий. Здесь ехать на моноколесе и даже довольно быстро, по идее, должно быть безопасно. Слушай, ну он очень быстро едет, хорош. Кстати, показывает даже свой поворот направо, чуть-чуть. Молодец. В его шлеме, правда, в такой маске, мне кажется, что угол обзора, боковое зрение довольно ощутимо должно быть ограниченным. Кстати, чуть-чуть еще сказал, что он вообще в год пешком проходит, наверное, километров 5-10 максимум. Везде на моноколесе перемещается. Может, даже и пакеты из пятерочки на нем возят в руках, а? Ну тогда камеру снимает, которая вот у него торчит в районе рта. Жаль, что он не присовокупил видео с нее. У меня такой уж вид, как электросамокат, которую потом не видно в видеоряде. Камера у него инста 360 1R. Смотрите, слева сейчас селфи-палку будет видно. Камера примерно за 35 тысяч рублей. Стабилизация, видно, у нее просто адская. И вот сейчас он снова выезжает на велодорожку, и мне кажется, здесь... Чего? Еще раз. Какая-то новая, что ли, вышла? У нас она, как сказать, такая как... Кажется, у нас вытянутая она. Вроде тоже инста 360. Надо посмотреть. Прикольная картинка. Но опять же, как он ее держит? На палочке? Или как он? Ну, как-то полюб... А, подожди, она у него бородеет, а она есть. И хочешь сказать, она такую картинку дает? 360 1R. Смотрите, слева сейчас селфи-палку будет видно. Камера примерно за 35 тысяч рублей. Стабилизация, видно, у нее просто адская. И вот сейчас он снова выезжает на велодорожку, и мне кажется, здесь ездить ну, более-менее безопасно, не считая, конечно, скоростных обгонов, ничего не подозревающих бегунов или велосипедистов, особенно, на которой в наушниках. А вот на тротуаре, когда он ел... Ну, очень круто, да? Ну, там смотрелось жестковато, как... На мотик. Как заколдебенил. По мне... Ну, не потому, что это экстрим, да, он на себя берет риски, но потому, что там он в эти риски оттягивал из других людей. Кстати, дорогие зрители, фотку Чуча покажу в своем телеграм-канале, ссылка на него в описании, ну, на мой телеграм-канал, переходите, подписывайтесь, фотки Чуча используют... Очень крутая камера. Ну, спасибо. А так, конечно, выглядит круто, особенно вот вид сзади, скорость, вхождение в поворот. Как будто в какой-то игре, да? Ну, реально, ну, как игра, да, какая-то? Блядь, очень похоже на эту тему, знаешь, как в какой-то GTA 5, там, я не знаю, или еще где-то, да, такой вид? В целом, общая крутизна происходящего. Ну, клево это, да! Можно понять, почему людей тянет в этот вид спорта, заманивает и не отпускает. У нас, я не знаю, будет ли достаточное распространение такого вида передвижения, но по причине дороговизны, наверное. В Америке-то там в комментариях пишут, что в целом это пока что необычная и даже обскурная техника, которую многие в глаза-то не видели, спрашивают, дескать, это что вообще? Слушай, ну, я скажу так от себя, вот как даже мотоциклист, блядь, ну это крутые очень эмоции, это, сука, опасно, ну очень круто, ну прям, прям вот круто, и по городу, прикинь, передвигаться, это же вообще просто мастхэв, какие-нибудь, даже если доставки, прикинь, ну попроще, конечно, моноколесо, но все-таки, какие-нибудь доставщики, рюкзачок закинул, по карте, он будет быстрее машины передвигаться, если где-то, допустим, Москва, или там Питер, или другие, там оживленные города по миру, это же вообще мастхэв, так он едет, ты вел, он даже по бездорожью едет, вообще-то такое, может быть со временем, по мере удешевления техники, таких ребят будет появляться все больше и больше, но я имею ввиду, реально скоростные колеса, но смотрится интересно, есть даже гонки и чемпионаты по моноколесовым перемещениям, я думаю, обязательно посмотрим еще их, надеюсь, вам было это интересно, дорогие зрители, желаю вам здоровья, добра, любви, процветания, и, конечно же, денежных средств, за фотками чуча, переходите, пожалуйста, в телеграм, спасибо за внимание, до свидания. Блин, крутая тема, одобряю.